Навести порядок в программе, благодаря которой жители деревень получали деньги за личное подсобное хозяйство, требовалось давно. Дело в том, что некоторые фермеры, почуяв выгоду, решили схитрить и переоформили документы. Из развитого КФХ с достаточно большим поголовьем они ушли в частное подворье. Вместо субсидий из Минсельхоза гораздо большие дотации пошли по линии Министерства труда и занятости. Хотя, подчеркивает первый замруководителя профильного ведомства, например, 100 голов скота, в данном случае коровы, овцы или лошади, это никакое не подворье. Всем понятно, что молоко, шерсть и мясо идут не на личные нужды фермера, а на продажу. Значит, это бизнес, который просто базируется в малом и отдаленном селе. Поэтому властями было принято решение платить только тем, у кого животных не больше, чем нужно для уверенной жизни на селе. Ограничение введено по крупнорогатому скоту, это 5 коров, 10 овцематок и 1 конематка. Для того, чтобы получать те же самые субсидии, вот именно содержание маточного поголовья, личное подсобное хозяйство имеет право зарегистрироваться как крестьянско-фермерское хозяйство, встать на учет на Министерстве сельского хозяйства в реестр и получать субсидии из федерального и республиканского бюджета. Что касается выплат по программе, то они в этом году остаются на прежнем уровне. Выплаты осуществляются два раза в год по предварительным заявкам Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Андрей Пахабов, Андрей Доржу, РТС.